В 2018 году в Волгограде пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Одним из главных этапов подготовки считается возведение нового стадиона. О том, на каком этапе находится реализация и строительство главной футбольной арены в Волгограде, нам рассказал президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох. Здравствуйте, Рохус Рохусович. Несколько дней назад вокруг центрального стадиона начали возводить ограждения. Я так понял, Волгоград наконец-то приступил к реализации плана по строительству нового стадиона. Да, наконец-то маховик, что называется, запущен, строительство нового стадиона. А это не просто строительство нового стадиона, это маховик подготовки к Чемпионату мира Волгограда. Мы ждем же не только, еще раз говорю, строительство нового стадиона, суперсовременного стадиона, но и обновление всей инфраструктуры города. Основной, будем говорить. Это и строительство аэропорта, и дорог, ракадных дорог, здесь центральной набережной. То есть проекты, конечно, серьезные и большие. И город ждет большие позитивные преобразования. В чем будет особенность новой арены? Особенность новой арены, только то, что она суперсовременная арена, чисто футбольная. Но там можно будет проводить, кроме футбольных матчей, различные форумы, концерты. То есть он многофункциональный. И плюс еще во многом все помещения под трибунами будут заняты. Как офисные, так планируется отель, рестораны. То есть, конечно, многопрофильный будет стадион сам по себе. Это будет такой центр, будем говорить, спортивно-развлекательный центр всего Волгограда. Планируется на 45 тысяч. Я не знаю, может, несут какие-то коррективы по тому, что предварительного я точно не могу сказать. Но был разговор, что, возможно, на демонтаж после Чемпионата мира 10 тысяч, оставить 35 тысяч. Придется ли менять инфраструктуру вокруг стадиона? Что будет, например, с бассейном? Ну, по бассейну, как я понимаю, до конца еще не решен вопрос. Потому что это профсоюзная собственность. И здесь, конечно, накладываются определенные юридические тонкости. Но на самом деле, конечно, я так понимаю, что какая-то будет либо реконструкция, либо это будет построено. В моем понимании, конечно, и у многих спортивных людей, конечно, лучше бы построить новый бассейн. Суперсовременный. Потому что даже реконструкция, она уже не даст, ну, может, как, знаете, как губы накрасили, ничего не изменит. По большому счету, нужно уже, есть современные технологии, как и внутри бассейна применяются. Конечно, было бы здорово, если бы к новому суперсовременному стадиону был прикреплен новый бассейн. Но самое главное, что будет набережная, вы знаете, да, там она будет такая центральная, вся набережная будет преобразована. И вот по стадиону там будет ракадная дорога, будет очень красиво на самом деле. Поля тренировочные будут построены, обязательно будет здесь два там тренировочных поля построены. Кто будет следить за ходом работ, чтобы они выполнялись качественно и в срок? Ну, здесь, конечно же, есть оргкомитет по проведению, да, у нас он создан, администрация, правительство области, вот, потом есть патронтаж Минспорта России, ну, есть еще и общественный комитет, да, в который входят известные люди, да, наши заслуженные люди, разные там, и спортсмены в том числе, в том числе, вот, мы с Олегом Веретенником тоже входим в этот общественный комитет. Все мы будем, конечно, следить за процессом строительства стадиона и давать свою оценку. Нельзя не коснуться темы ротора, команда сейчас выступает в Волжском. Стабилизировался ли состав и как играется на поле стадиона Логинова? Мы сейчас участвуем в первенстве зоны юг, ПФЛ, вторая лига. Но, хочу сказать, на самом деле мы создали новую команду, на 100% это воспитанники Волгоградского футбола, я имею в виду, Волгоградского это все области наши, да, там в том числе и с Волжского ребята есть, например, Илья Ионов, да, капитан команды. Много молодых ребят, много молодых ребят, которым по 16, 17, 18 лет, это все наши воспитанники ребята, которые играют в этой команде. Конечно, есть свои сложности, есть свои трудности, но руки никто не отпускает, работаем, играем и довольно пока, ну, будем говорить так, нормально, удачно играем, успешно. Ну, этот год, конечно, мы будем играть в Волжском, ну, вот, ну, очень надеемся, что в конце концов-то решится проблема, и мы будем играть в Волгограде, но в первую очередь это рассматривается стадион «Зенит», который, кстати, готовится как площадка для чемпионата мира. Он, в принципе, уже готов, есть определенные там, значит, моменты такие, реконструкция идет в восточной трибуне. Ставятся какие-либо задачи перед командой к 2018 году? Обязательно надо команду вернуть, как минимум, по спортивному принципу, естественно, как минимум ФНЛ, это первый дивизион, да, потому что город с такими традициями, с такой историей, да, это, еще раз говорю, один из самых футбольных городов страны, регионов, не город, а вообще регионов, да, он, конечно же, должен представлять на высшем уровне, но это, вы же понимаете, это следует, что идет с этим, это большие затраты, потому что футбол, он сам по себе дорогостоящий вид спорта. И сегодня уже разговор идет, значит, руководство правительства области, чтобы помочь привлечь частных инвесторов. Только такой путь. Когда планируют сдать в эксплуатацию стадион Победа и будет ли он домашним для ротора? Он обязательно будет домашним для ротора, и это не обсуждается, и поэтому команда должна играть в премьер-лиге, да, или как минимум ФНЛ, чтобы люди приходили сюда как на праздник с семьями, а на этот суперсовременный стадион, если люди ходили, извините меня, на убитый наш старый стадион, да, где нету ни инфраструктуры хорошей, где сидели на жаре, там, на этих креслах старых, да, где нету хорошего сервиса, на этот современный стадион, поверьте, будут ходить люди с большим удовольствием, с большим удовольствием, понимаете, да? Конечно же, это будет домашней ареной. И локомотивом этого стадиона должна быть только команда. Если не будет команды, этот стадион, для чего он вообще нужен тогда? Вы понимаете, все эти концерты, мероприятия, они ничего не дадут, это как бы дополнительные, да, ему может служить. Но локомотивом должен быть, тем более он чисто футбольный будет, да? Конечно, команда, и я уверен, что она будет команда, обязательно. И у меня есть большие надежды и вера, что будет команда Премьеры Лиги здесь играть. Вы понимаете? Это важно, очень важно. И поэтому, я думаю, пока, конечно, в этом году мы задач не ставим, и в связи с сложностью такой ситуации, да, организационной, финансовой, вот, мы, главная наша задача, это стабилизировать команду, да, стабилизировать ситуацию в клубе. И чтобы входили наши болельщики, чтобы они не остались без футбола. Вот это важно. Вот. А в будущем я около 2018 года уверен, что обязательно будет команда. Рохос Рохосович, спасибо за интервью и хорошего рабочего дня.